Строевую подготовку на плацу будущим защитникам Родины продемонстрировать не удалось. Коррективы внесла погода. Зато теоретической части было предостаточно. Знакомство с армейской жизнью началось с учебного класса и патриотических лекций от ветеранов. Участника войны в Афганистане генерал-майора в отставке Николая Туранова и капитана первого ранга Василия Рогова. Такая воспитательная работа для молодежи – основная цель мероприятия. Мероприятие, которое проходит у нас каждые полгода, это в плане военно-патриотического воспитания молодежи «День призывника». Мы сегодня показывали быт, мы сегодня показывали, как питаются солдаты, как они занимаются физической подготовкой и самое интересное, на какой технике они будут проходить службу. Будущие призывники ознакомились с условиями армейской жизни и правилами, которых необходимо придерживаться в казармах. Познакомились с термином «кубрик» и увидели, как должна быть заправлена постель, а также узнали, что может, а что не должно находиться в тумбочках. Для каждого выделяется своя мочалка, своя ячейка какая-то. Вот видите, да, вот можно посмотреть тут, что только нет. Помимо средств гигиены в тумбочках хранятся и знания. В свободное время многие военнослужащие уделяют внимание чтению, причем довольно серьезной литературы. А значит, из стен казарм выходят образованные и сильные мужчины, а эти ребята пойдут служить в армию в недалеком будущем. В акции участвуют 11 школ центрального Хостинского района, это порядка 100 человек, а также учащихся техникумов. Для ребят это важно, они знакомятся с бытом военнослужащих и я думаю, что у многих появится желание пойти служить в армию. Распорядок дня у солдат расписан по часам. Подъем в 7 утра, учебные занятия, строевая, чистка оружия и работа с техникой, и, конечно, физподготовка. Кстати, сегодня будущие сочинские защитники Родины показали, они уже в отличной спортивной форме.